МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спортивный канал 7 ТВ продолжает рассказ о событиях РТСС, российского кузовного чемпионата. В этом году этой гоночной серии исполняется уже четвертый год. Под слагами РТСС собрано 4 гоночных класса и без малого сотня гонщиков. Здесь есть представители более чем 10 регионов России, выступающие в самых разных весовых категориях, от мощного класса туринг до относительно доступного и простого демократичного национального класса. На протяжении нескольких лет мы рассказываем об этих замечательных гонках, и теперь настал момент чуть более подробно остановиться на участниках этих соревнований, рассказать о пилотах, о гоночных командах. И сегодня наш рассказ посвящен гоночному коллективу СТК Ралли Подмосковья. В этом году он только лишь дебютировал в гонках РТСС, и, пожалуй, он полноценно претендует на звание гоночной команды с самым необычным названием для кольцевого автоспорта. Еще бы нечасто можно в одной дисциплине встретить гоночный коллектив, в названии которого упоминается другая. И, тем не менее, есть у нас команда СТК Ралли Подмосковья. СТК – это спортивно-технический клуб. Ну а создана была эта команда, естественно, для участия в ралли. Создана была достаточно давно известным гонщиком Евгением Аксаковым. Команда эта базируется, естественно, в Подмосковье, на станции Удельная. Ну а в составе гоночного коллектива выступают два спортсмена. Естественно, также оба представляют Московскую область. Один из них – это пилот Алексей Басов, который давно и успешно выступает в самых разных гоночных дисциплинах. Второй – это представитель Раменского, также весьма опытный пилот Николай Агапов. Алексей Басов – гонщик из Матич, который дебютировал в РТСС год назад в национальном классе, сходу выиграл две первых гонки, стал лидером сезона. Но потом технические проблемы и соперники не позволили Алексею развить успех. И тогда же, в том же 2006 году, он впервые попробовал себя за рулем Хонды Сивик и понял, что, пожалуй, больше за руль Лады 112 уже не вернется. Теперь Хонда Сивик – это машина Алексея Басова, а выступает пилот в классе Супер Продакшн. Выступает очень здорово, борется здесь за победу, за лидерство буквально в каждой гонке. Соперники сильны, соперники быстры, но и Алексей Басов – парень не промах. Работает он в компании Ростокина Лада. Именно за эту команду выступал еще год назад. Ну а сейчас, объединив усилия с Николаем Агаповым, стал пилотом команды СТК «Ралли Подмосковья». Как известно, поодиночке пилотом выступать гораздо сложнее, чем вместе. И поэтому, объединив технические усилия и также став частью знаменитой раллийной команды, Алексей Басов значительно увеличил свои шансы на успех в гонках. И подтверждает он это делом. Несмотря на то, что машина его, быть может, уже не очень новая, Несмотря на то, что Супер Продакшн – один из самых насыщенных и плотных по борьбе классов, пилот из Матич уверенно раз за разом первым пересекает линию финиша, поднимается на вершину пьедестала в окружении очень сильных и мощных соперников, получает красивые призы и кубки, ну и, конечно же, бутылку с шампанским. Если же говорить языком сухой статистики, то на счету Алексея Басова уже 6 успешных гонок, 4 победы и 2 вторых места в 6 первых гонках сезона. Он явный лидер класса Супер Продакшн. При поддержке Николая Агапова и команда СТК «Ралли Подмосковье» также занимает лидирующую позицию в классе. Впрочем, впрочем, до конца сезона еще далеко, и у этих парней еще очень много работы. Готовились, опыт с машиной поимели, славная работа механиков. Ведь с начала сезона всегда нужно начинать хорошо. Не зря спортсмен упомянул механиков, людей, которые готовят машины к стартам. Ведь, как говорит гоночная мудрость, пилот – это только лишь наконечник копья, а все его древко – это команда. Команда готовит технику, тратит на это практически все свое свободное время. Ну а пилот на протяжении получаса, на протяжении 50 километров, только лишь доказывает, что вся эта работа была проведена не впустую. Перед стартом, это первое, конечно, настройки очень важно найти, оптимальные. От этого зависит скорость, ну, везде, в поворотах, прямой, так далее, торможение. Это результат тестовой работы, предварительный. То есть, ну, как бы основной параметр. И, конечно, состояние гонщика оптимальное, морально настроенное, ну, настройка. Хорошо, когда в команде есть человек, на которого можно положиться. И у Алексея Басова такой друг, такой товарищ есть. Это его верный механик Иван Агарков. Вместе они путешествуют уже много лет по гоночным трассам. И летом, и зимой верный механик сопровождает своего пилота, выполняя самые разные функции и волнуясь за него по ходу заезда, подсказывая новейшую последнюю информацию о ходе борьбы, информируя гонщика о том, что творится на трассе, ибо не всегда пилот машины видит из салона то, что творится с его соперниками, а очень важно знать и все отрывы, и все события. Нервничаю. Сильно нервничаю. Ну, и это неудивительно, ибо если у пилота есть хотя бы автомобиль и возможность что-то исправить, то те, кто в гонке не участвует, могут лишь созерцать, смотреть, нервничать, волноваться и рассчитывать на своего пилота. И вот переживает немного. Кстати, это короткий промежуток времени перед стартом, потом у него нет времени на переживания, он сосредоточен на гонке. А мы стоя здесь переживаем за него. Я сегодня первый раз в жизни услышал в наушниках собственное сердце, причем с очень хорошей чистотой биения. Ну, гоночная команда всегда остается гоночной командой, и если успех, то он, конечно же, один на всех, ибо успешное выступление это в равной мере залог мастерства пилота и мастерства тех, кто готовит машины к гонкам. Так что, конечно же, всякая команда и СТК ралли Подмосковья здесь не исключение. Радуются в полном составе успехом. Но, как правило, радость это недолго, ибо тут же наступает время готовиться к следующей гонке, вновь готовить технику, искать идеальные настройки, в полглаза поглядывать за соперниками и волноваться. У нас своя борьба. У них своя борьба у пилотов, а у нас у механиков своя борьба. У механиков и инженеров. Кто лучше настроится под пилотом, кто лучше машину подготовит. Еще год назад у Алексея Басова были свои механики, а у Николая Агапова свои. Но теперь, когда пилоты выступают вместе под флагами единого коллектива, они объединили усилия, и, по словам обоих гонщиков, это уже по ходу сезона приносит заметные плоды. Механик – это очень важная составляющая гоночного процесса. На скорости под 200, если затянутое колесо уезжает в сторону, соответственно, можно встретиться со смертью, в таком слове, с результатовым сходом. Поэтому доверие, мы, не думается, что мы на одной волне с механиками. Гонки продолжаются. Продолжается выступление команды СТК «Ралли Подмосковья». Команда эта явно будет одним из фаворитов 2007 года в гоночной серии «РТСС» в классе «Суперпродакшн», где она выступает. Но вся борьба, конечно, еще впереди. Ну а теперь слово второму пилоту команды, не менее важному ее члену Николаю Агапову. Команда СТК «Ралли Подмосковья» была создана в 2002 году. Изначально это была раллиная команда, ездили на Митсумиссию «Эволюшн». Росла-росла, разрасталась. В прошлом году стали чемпионами России по ралли, и с этого года решили открыть кольцевое отделение. Кольцевое отделение представляю я, Агапов Николай и Алексей Басов. Ездим на технике «Хурма-Сивика» Тайпа. С переменным успехом, но стараемся. Ну а это небольшой экскурс в раллиную историю команды СТК «Ралли Подмосковья». В точно таких же цветах выступают ее автомобили. Автомобили «Ситроен С2» и также «Митсубиси Лансер». Неплохо выступает и основатель этой команды Евгений Аксаков. Ну и, впрочем, действительно уже достаточно большой и мощный коллектив удалось создать за последние пять лет. Коллектив, который, добившись больших успехов на раллийных дорожках, теперь покоряет и кольцевые трассы. Конечно, между двумя этими дисциплинами, ну не так уж и много общего, но главная работа команды, организация процесса, подготовка техники – это единая и общая составляющая в любом виде автоспорта, так что, быть может, через некоторое время название команды претерпит какие-то изменения, чтобы и кольцевую составляющую также полноценно включать. Впрочем, не будем загадывать, машины эти быстрые и на раллийных, и на кольцевых трассах. Будем следить за командой СТК «Ралли Подмосковья» и пожелаем им успеха. И хотя главным забойщиком подмосковного гоночного коллектива в этом сезоне является Алексей Басов, Николай Агапов не отстает от напарника. На его счету также уже есть подиумы. Самое сложное в кольце – большое количество тренировок, очень серьезная нагрузка на технику. То есть работа инженеров на первом месте здесь стоит, и пилот – очень большой накат нужен. С Алексеем Басовым советуюсь, да, как со старшим товарищем, как с более опытным. Но у меня есть свой тренер отдельный, достаточно молодой человек, но уже очень-очень опытный кретингист, ездил в свое время в формулах. А так, ну, самые дружеские отношения, общаемся, там, спрашиваю советы я у него, он у меня реже, естественно. Ну, все хорошо. Приятно видеть, как из двух пилотов, из двух небольших гоночных коллективов образовалась полноценная, полноценная боевая единица, в активе которой уже немало успехов на гоночных трассах РТСС. Механики, пилоты, инженеры – все работают на общий успех. Получается, это у них неплохо, хотя порой, конечно, погода вносит свои коррективы. Дождь на одном из этапов добавил работы механикам, но вновь выиграл тогда Алексей Басов. Мне поступило приглашение участвовать в объединенной команде с названием «Истекар» или «Подмосковье». В общекомандном зачете, но в личном зачете мы как бы представляем и везем цвета различных спонсоров. Причина обклейки, расклейки двух автомобилей, которые едут за «Истекар» или «Подмосковье», она отличается, потому что мы представляем в салон раскладки на авто, а Николай Гапов представляет непосредственно «Истекар» или «Подмосковье». Но в общем зачете, в командном зачете мы вместе добиваемся успехов, как «Истека» ралли «Подмосковье». Алексей Басов победил под проливным дождем, но этому предшествовали очень напряженные события в боксах команды. Из-за начала ливня заезд был остановлен, и механикам потребовалось срочно заменить радиатор, ну а также и колеса. Колеса меняем! Пока все соперники только лишь перекидывали сухую резину на дождевую, под капотом «Хонды Сивик» Алексея Басова разыгралась настоящая драма. Нужно было срочно, буквально в короткий срок, поменять тот самый радиатор, и пилот работал тут наравне с механиками. Пока одни крутили гайки и меняли колеса, сам Алексей Басов в гоночном комбинезоне под струями проливного дождя крутил гайки, готовил собственный автомобиль к старту. Что ж, возможно, и вот такая вот полуфейка, полноценная самоотдача пилота и стала одной из причин его успеха на гоночной трассе чуть-чуть позже. Они успели, они сделали это, и пусть вся команда вымокла до нитки, я думаю, что в тот момент никто просто не понимал, не осознавал этого факта. Главное для них было подготовить машину к гонкам, и эта задача оказалась по плечу. В команде СТК «Ралли Подмосковья» Алексей Басов насквозь промокшем комбинезоне уселся за руль, завел мотор и выехал на трассу, чтобы ровно через полчаса подняться на вершину пьедестала. Новый радиатор, новые шины, все это блестяще сработало, и команда, конечно, может гордиться собой, своими механиками и пилотами. А о самых интересных событиях гоночной серии «РТСС» в этом году рассказывает спортивный канал «Семь ТВ». Для вас работал Александр Кабановский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин